ну что всем как говорится привет вы на канале польза нет и сегодня я покажу вам как может снимать iphone 16 плюс если вы будете его использовать как основную камеру при путешествиях мой соответственно как смартфон то есть вы его берете с собой где-то я сейчас выхожу в полном буре это уже восьмой ролик а 7 марк разумеется здесь у нас нет телевика но есть довольно неплохой литра ширику сейчас я на него начал снимать нет 120 fps но объективно как и телевик ладно телевик чаще используются чем 120 fps скорее всего последней температуре по больнице но когда народ поймет что такое 120 fps их тоже будет использовать вот так вы сможете снимать на основной модуль окружающую действительность так на ультраширик очень мне не нравится как он звук пишет of iphone но и мне безумно не нравится вот это его камера с кнопкой сейчас я кнопку использую 6 ужасный сенсор хотя наверное постепенно привыкнешь только прикол в том что скорее всего они уберут эту кнопку либо переместят и от того что ты сейчас привыкнешь потом это будет боль основной модуль и разумеется немного фронталки путь к метро потом из метро уже в уже дистанцию потом уже дистанции в аэропорт потом аэропорт и в общем все увидите сами полу бур удачи скорее всего сюда больше не приеду на неделю есть есть смысл сюда скатать так я поменял планы учитывая количество вещей и поеду на такси так что вы увидите из окон машины как выглядит великий и ужасный надеюсь что вам это дело понравится сейчас снимаю основного модуля одной рукой потому что везу чемодан сейчас ультраширик как вы сможете снимать в условиях максимально приближенных к переезду вот это окно злополучно с противным светом как у всех то есть почему бы и далее не не прорабатывать и не не просчитывать вот x2 был x1 как раз такие источники освещения если рисуете вот рисуйте вы вообще по фэн-шую тем более мощи хватает для того чтобы все было более чем по красоте опять же мне докажутся и вот так мне получается окна вчера мы кстати туда ходили с вами так это лови основной модуль ультраширик поснимаю вам дорогу чуть потом ну и пока поисках такси так основной модуль ультраширик и технически можно было проехать просто две станции на метро получается и там уже через ж.д. станцию ждать разумеется своего поезда ехать потом до терминала 2 в аэропорту но когда у тебя много и дорогих вещей лучше минимализировать риски с ноутбуками камерами всем остальным прыгнуть в машину и доехать ну что там пересадка довольно неудобно и плюс еще большое количество перемещений вот но в целом такси выходит все вам скажу сколько 1700 рублей на автобусе бы я потратил утащи с электричкой со всей рублей 600 то есть все равно ненамного не выгоднее вот пожалуйста затем смотрите автопарк довольно стандартный здесь все как у всех как говорится мосты хендей много но в японии очень много у subaru увидел японии очень много разумеется дают и рассчитывайте всегда время что вполне возможно нужно будет остановиться на заправке ну все аэропорт буквально за час моргать украши рик терминал 2 так пока не забыл такси может пересчитать стоимость получилось все таки две с копейками тысячи рублей ультра ширик но опять же у меня карта привязана грабу ехал я через граб и 80-х тубриков они подождите 3000 получаются почти три три снисса надо было ехать нужда вот так примерно сможете снимать аэропорт внутри уже ТЦ параллельно с параллельно с аэропортом очень таки удобно только надо теперь найти где мне деньги поменять 4к 60 ппс основной модуль ультра ширик вот такой вот сетап я придумал то есть здесь у меня камера здесь ноутбук много всего и и вот ТЦ есть кстати вот он есть вообще великолепный аэропорт с точки зрения стоимости услуг плюс наличие услуг очень удобно здесь тоже все слегка эконом в плане прохлады кондиционера нет вот внутри здесь уже кондиционера работают нормально более-менее у народа не так много очень клево можно наблюдать как самолет обитающий самолет здесь можно стоять и смотреть и всего чего продается можно воду бесплатно попить очень много мест для посадки security так вот это вот дело в аэропорту будет 800 рублей икс вот менять деньги лучше всего до аэропорта здесь ужасный курс если в Дангане в Таиланде нормальный курс здесь вот наушники не подключены это фронталка и в общем чтобы вы понимали курс допустим продажи доллара 2 и 6 покупки доллара 4 но какой-то 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 сюрп встретить по ощущению что ты в общем поняли после Таиланда где нормальные курсы это еда кстати тоже выходит примерно в 900 рублей вместе с голой короче кому не в новинку тому круто кому в новинку нужно в автоматах регистрироваться после этого автомат распечатывает тебе билет потом выдает тебе вот такую вот штуку плюс выдает такую штуку и ты идешь потом сам вручную запихивать в автомат 4к 60 фпс ультраширик что из интересного из интересного то что при входе перед получается проходом таможни очень жестко шмонают по весу посылок багажа с вами это основной модуль ультраширик и у меня задержка вылета то есть напоминаю сколько надо столько меняйте лучше оплачивать везде карточкой второй момент лучше перевеса не иметь потому что когда сдавал багаж очумел там подбирать чтобы было ровно 20 кило то есть у меня было 20 килограмм 600 граммов в основном на это закрывают при оформлении глаза а там 20 200 2600 2400 идите оформляйте за дополнительную плату при том даже непонятно куда в общем сделал я 19 900 багаж пропустили в целом вот так сможете снимать великолепный аэропорт большой очень ультраширик количество фудкортов просто запредельное разумеется есть мак разумеется народа не так много потому что повторяюсь в малайзии не так много людей хотя лететь сюда дешевле чем в тот же тай вот так совсем не маленький аэропорт оно и хорошо хотите на массажку сядьте если у вас наличка осталась хотите в макдональдс хотите в бьюти фри пытаетесь что-то по выгоднее купить или что-то адекватное допустим те же сигареты хотя осуждаю в латай они просто ужасны для тех кто курит я думаю эта инфа будет довольно полезна вот количество отличного вида магазинов здесь больше чем в торговом центре даже если по как в ресторану быстрого питания и мак и чего только нет и в каждом крылья вот ковры это прям за счет не скалер но по-моему где-то еще в Абу-Дабе я видел ковры вот так вот так мне кажется чистить они очумевают конечно ультраширик это напоминаю что может быть задержка вылета и кстати здесь еще один таможенный досмотр поэтому получается все равно в двух местах полностью сканируют наши вещи вот так как я ненавижу эту кнопку короче я пересчитал и у меня получилась полет не 15 как я говорила 12000 туда-правда с багажом в Куалумпур и обратно вот чем дешевле билет тем дольше идти я не знаю наверное минут 20 уже идут если не 30 по аэропорту поэтому лучше заранее приезжать однозначно хотя у меня задержка рейса поэтому все равно все становится все более и более демократичным даже travel gadgets ноунеймовские кафешки чем дальше в лес тем как говорится дешевле ну что уже все основа ультраширик закат и на почти 2 часа задержался рейс подобные ультра лоукостеры чтобы на 12000 лететь они летают как такси то есть только прилетел один сразу меняется экипаж и летают вон дальше после дозаправки все максимально быстро все максимально быстро припасла таки просто открыли и чего-то там делали даже не в ангаре даже не в ангаре если нет если нет только расширяк ну да здесь заправка вон глина с посадкой самолет ну вот такая вот супер безопасность там женщина пошла помогать дальше или втроем все вылет и и и и Посадка будет расширить основа креста. Совсем чуть-чуть фронталки, мне кажется. Очень долго, думаю, представители Китая. Мне так кажется, самолет уже пустой. Давно я здесь не выходил в автобус. Грудь как раз под контент. Ультраширик. Это, наверное, когда супер ультрамега эконом. Немного с идеальным освещением в автобусе. Ладно, объективное ощущение после великого и ужасного Куала-Лумпура дорого-богато Бангкок. Конечно, дорого-богато. Так, это напоминаю азиатский аэропорт Дон Гуан. Ну, в общем, ДМГ, ДМК. И смысл в том, что здесь ты из Азии, если из Японии прилетаешь или еще откуда-то, ты прилетаешь сюда. Технически, с одной стороны, если не сезон, то можно не спешить, вот только лента пошла. С другой стороны, если сезон, лучше ускориться для получения багажа. Потому что очень много раз, когда я откуда-то прилетал, я благополучным образом потом бегал, искал. И иногда багаж снимают с ленты, сами сотрудники, когда уже заканчиваются. Время для получения багажа. И подъезжает следующий рейс. Разумеется, если вас кто-то ждет, то здесь будет табличка и стоимость такси. Довольно прилично относительно Куала-Лумпур. Но если ты будешь заказывать через Болт, 1400 тысяч, в общем, около 4000. Если ехать в Паттайю, в Бангкок, разумеется, еще больше. Потому что, собственно, аэропорт в Бангкоке. Вот чем мне нравятся такие парковки, вы видите машины, а не вы думаете наручники. Нет, при мне только что девушка-водитель на Камре 2.4. Такси. Она сдвинула просто-напросто машину. И для того, чтобы выехать ей. И потом придвинула обратно. Вот так. Ультраширик. Так, ультраширик. Основа обычные копеечные китайские чашечки. Единственная разница, я купил в Куала-Лумпуре. И дополнительного освещения нет. Все в шумах. Насколько хорошо или плохо решать вам? Ну, по мне, разумеется, плохо. Очень. X2. Нужен свет. В съемке нужен свет. Так, ну и резюмировать я бы хотел, разумеется, на iPhone 16. Плюс я уже вернулся. И что здесь есть? Здесь есть направленный микрофон. Здесь есть довольно интересный дизайн. Да, те, кто свидетели, что 60 Гц не существует. Точнее, 90 Гц вы не видите, 120 Гц вы не видите, 144 Гц вы не видите. Кто-то будет покупать. Повторяю, что, для примера, iPhone 15 Plus я купил, сделал на него обзор. Нет, не сделал. На 16 Plus сделал. Видел ли я людей 16 Plus? Да. И в шестнадцатом видео. Вот с Huawei видел только сейчас. Первый раз со смартфоном в Азии. А с айфонами уже и в шестнадцатом и 16 Plus я людей видел. Насколько целесообразно его покупать при наличии, допустим, опять же, 15 Pro Max и всего остального, понятия не имею. Но у нас сейчас рассказ просто про то, как он снимает. Вот так, когда летел с Куала-Лумпур в Бангкок, он мог снимать что-то. Я старался в этот раз. Я прислушиваюсь, опять же, даже к киноделам. Мне кажется, что мне уже операторы написывают, что для 180 градусов максимальная скорость съемки для изменения угла это 15 секунд. То есть в секунду утрированно вы должны 10 градусов только двигать. Но в режиме реального времени, когда ты куда-то спешишь с семьей, подругой или сам бежишь, вряд ли эти идеальные условия для киносъемки будут присутствовать. Поэтому, скорее всего, вот такие вот моменты, когда у вас не хватает освещения, либо вы какой-то кадр смазали, либо еще что-то. Вот такой у вас будет travel. Как люди снимают travel-блоки, я понятия не имею. То есть вы видели, уже получается 6. Это седьмой обзор на Куала-Лумпур. Наверное, за один день, да, интересно. Два дня, интересно. Когда ты неделю снимаешь на разные смартфоны, не особо это весело. На четвертый день уже становится более-менее скучно. На шестой ты думаешь, что всех достало, как и тебя. Но просмотры говорят о другом. Просмотры говорят о том, что вам интересно, как может снимать смартфон. Повторяю, что я с собой брал Sony FX3, воспользовался один раз им. И даже для подсъема брал смартфоны. iPhone 16 Pro Max подснимал, пикселем девятым. В общем, в целом и частности 16 Plus снимает по мне классно. Вот сейчас дополнительное освещение. Сейчас студийное освещение, потому что и позади меня, и в лицо мне бьет, и сверху чуть-чуть есть освещение. Не идеальное. То есть рефлекторов нет, ничего такого нет. Но вот так может снимать iPhone. Можно ли это использовать для каких-то роликов? Однозначно да. То есть на это можно снимать вообще что угодно. И на iPhone 16 также. Почему? Потому что средняя температура по больнице. То есть то, как он переключается между модулями. То, как он работает со светом. То, как он передает скинтон, цвет кожи. И это картинка, которую можно брать и вставлять. В принципе, что я и делаю. Потому что мой канал на 95% снят как раз на смартфоны. Да, сейчас я повторяю, что я стараюсь снимать на камеру. Но это последние недели две. А до этого 7 лет было снят на iPhone, на Huawei, на Samsung под съемку были. На D3100 правда вначале было это камера. Девайс от меня, несмотря на стоимость, однозначно да, все равно кто-то будет покупать. И разница между 16 линейкой и 15 в том, что когда ты покупаешь 15 Pro Max, только цвет говорит о том, что это, точнее 16 Pro Max, что это 16 Pro Max. А когда ты покупаешь 16 или 16 Plus, все видят, что у тебя новый смартфон. Просто по блоку камер. И да, из-за этого их покупают, к сожалению. Хотя, в основном, мои зрители не покупают на iPhone. Добра и удача вам, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал с колоколом. Кто хочет помочь, напишите любой комментарий. И, разумеется, всем, кто подпишется на телегу скидок, взаимопомощи и мою личную телегу, в которой будет довольно много фотографий с этого устройства в примеры. Огромное вам спасибо. Если хотите такое же, я в Европу лечу, потом лечу в Китай. Или сначала в Китай, потом в Европу, потом в США. Если все получится, пишите. Еще, может быть, в Камбоджу следаю. Наберу с собой смартфонов и еще поснимаю вот такие штуки. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok